Я не буду на тебя смотреть. Когда ты увидишь музыкарный, пропало не знаю. Так, я так понимаю, мы в прямом эфире. И у нас до прямого эфира на телекомпании осталось... Время может быть в прямом эфире у нас. А почему у меня эхо? Кто не выключил? Я сейчас попросил. Почему у меня эхо? Кто не выключил? Пишем долгое эхо. У кого внешний? Мне пишут, что уже эфир. Прямой эфир идет. Да, он уже идет прямой эфир, но на телекомпании... Так. Эхо идет. Кто включил внешний микрофон? Сейчас я поищу. Ведущий программ побежал по студии искать микрофон. Так, Настя убежала. Да. Ну-ну. Кстати, идет эхо тормозится. Я говорю, потом... Слышу через несколько секунд свою речь. Блин. Вот, опять повтор пошел. Да, это будет весело. Так, спокойно. Я спокойно, куда? Ой, кошмар. Ужас. Минута. Да, причем, минута эхо идет в эфире. Мы же так не сможем выйти. И мне обратно в перерыв. И мне обратно в перерыв. И мне обратно в перерыв. Давайте по очереди выключим микрофоны. Давайте. Андрей. Олег, по выключаю у каждого микрофона по очереди. А, ну, Олег, давай. И пускай я сейчас... Выключаю. Ну, что ж такое? Ну, как там? Вроде бы лучше. Ну, как там? Да нет, эхо ж идет. Повтор, да. Повтор, да. А кто-нибудь проверяет это эхо? Ку-ку. Вроде бы все нормально. Да, вроде нормально. У кого отключили микрофон? Не знаю. Сейчас есть эхо? Меня... Ну, нет, нет, я не слышу. А у меня есть или нет, когда я включила? Нет, отлично. Нет. Тогда проблема у Сергея была. Или у Андрея. А Федосов? Федосов включен? Федосов все в порядке, не надо. Ну, так все, порядок тогда. У нас все хорошо. У Сережи, да. Ребята, идет прямой эфир, мы говорим, у кого работает микрофон. Да. Ну, и не может делать. Так у Сергея... У Сергея... Вообще-то у нас была тема права инвалидов в Украине и Европе. Это технические проблемы. Ну, извини, это технический момент, да. Ярослав, поддерживаю. У Сергея отключен микрофон. У Сергея отключен микрофон. У Сергея отключен микрофон. У Сергея отключен микрофон. Сергея слышно, нет. Сейчас меня слышно? Да. Да, но есть эхо? Снова за тобой эхо пришло. Я слышно, нет. Сейчас меня слышно. Какой повтор идет? Угу. Спасибо. 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 шина прямой эфир прекрасно у Сережи снова, да, микрофон отключен, но эхо почему-то осталось у меня нет эхо сейчас у него включен микрофон ну я не слышу эхо совсем он горнитуру другую меняет у меня хорошо видно сейчас меня слышно? да меня сейчас слышно? да слышно эхо есть? нет все нормально? нет, есть немножко эхо я не слышу нормально, тогда так делаем угу нормально, так пойдет по крайней мере не бежит текст в догонку, как в прошлый раз окей, ну че? ну посреди эфира может быть и такое, догнать ну пусть догоняет хорошо а что что Ленур скажет? нет я работаю нет сейчас начнем ну да, а что делать? ну окей я четко говорила не знаю хорошо да, Олег пускает хорошо я пускаю отчет посреди меня тоже посреди меня тоже тебя тоже не знаю я не вижу в эфире видно вам там не вижу к тому же там не надо а не дай бог еще что-то все это точно пошло да, вот такие вот приколы так внимание подожди хорошо как только то Спасибо. Всем привет, с вами Сергей Сухобойченко в онлайн программе по ДИИ третьего сектора. И сегодня у нас очень интересная и в то же время серьезная программа. Для кого серьезная, для кого интересная. Онлайн программа по ДИИ третьего сектора. Сегодня мы рассматриваем вопрос права инвалидов в Украине. Параллель будем проводить между Украиной и Европой. Программа онлайн по ДИИ третьего сектора создана Институтом развития креативных технологий и масс-медиа совместно с телерадиокомпанией «Марион» в городе Евпатория. 30 информационных партнеров в Украине и информационные партнеры за рубежом. И наш информационный партнер в Украине – громадская организация «Громадский простир». Спасибо. И я хочу сейчас представить участников, эксперт программы – Андрей Федосов. Собственно, Андрею принадлежит эта идея – провести программу в прямом эфире телерадиокомпании «Марион». Епатрицы могут нам позвонить по телефону 27778 и задать свои вопросы. Также с нами Анастасия Кривецкая, город Пинск, Беларусь. С нами из Чернигово Ирина Таран. Здравствуйте. Еще раз, Сэм, добрый вечер. Страсбург, Франция. Как у Вас походится? Почему я задал эту тему? Потому что буквально 2000… Погода в Евпатории. Погода в Страсбурге прохладна. Выпал снег очередной. И давайте все-таки вернемся к нашей теме эфира. Тематика прав инвалидов в Украине и в Европе. Почему эта тематика актуальна сегодня? Потому что в конце 2012 года правительство Украины отправило свой отчет по соблюдению прав инвалидов. Это стало доступно возможным в связи с тем, что в 2009 году Украина ратифицировала Конвенцию прав инвалидов Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. И на сегодняшний день… Куда отправила отчет? К кому? Отчет? Комитет ООН по правам инвалидов. Что это дает нам, организациям инвалидов в Украине, непосредственно в целом инвалидам в Украине? На сегодняшний день мы можем требовать соблюдения международных стандартов прав инвалидов. До этого у нас были механизмы прецедентное право европейского суда, где судились инвалиды из стран Европы, но этого было мало. Проблема в следующем, что на сегодняшний день большинство инвалидов очень пассивно отстаивают свои права. На сегодняшний день по официальной статистике Кабинета Министров Украины в Украине насчитывается 2 709 982 человека, которые имеют группу инвалидности. Из них 165 121 ребенок инвалид. В Евпатории более 7000 на 100-тысячный город. Но их почему-то не видно на улицах. Почему, Андрей, как ты считаешь? Ну, когда я жил в Евпатории, я вам скажу по личному опыту, что я знаю многих инвалидов, которые 20 лет имеют группу инвалидности, у них проблемы с опорно-двигательными. Они не передвигаются, они на коляске. Они просто не имеют возможности выйти на улицу. Тем более, если они живут на пятом этаже, их некому вынести на улицу. И даже если их вынесут на улицу, не факт, что они смогут прогуляться спокойно, потому что Евпатория не приспособлена для людей с физическими ограничениями. А в Пинске, например, в Белоруссии, Анастасия, что ты скажешь? Как у вас обстоят дела? Она, кстати, не по-разному. Но большинство населения у нас передвигается, так как у нас есть и пандусы, у нас есть еще на дороге зимой. Есть возможность, в сути, и поэтому у них еще нет возможности. То есть даже зимой есть возможность передвигаться на колясках, да? Да, 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 да. Слава Богу, что у нас нет зимы. Повезло. Я хотел бы вернуться еще раз к Страсбургу. В Евпатории я знаю несколько общественных организаций, которые должны отстаивать права. Я не работаю в этой сфере, но я знаю, что их всего несколько. Я занимаюсь аналитикой, точно, есть несколько организаций, работающих две или три по защите прав инвалидов. Сколько в Страсбурге? Есть такая информация, Андрей? Ну, к примеру, если брать количественные соотношения, в Страсбурге 500 тысяч населения официально, и на 500 тысяч населения у нас 25 общественных организаций по правам инвалидов. И насчет Евпатории небольшая ремарка. Это лично мое наблюдение. Я беру ответственность за себя за эти высказывания. Дело в том, что ведь у каждого свое понимание отстаивания прав инвалидов. Есть некоторые организации, которые занимаются вот именно потребительскими проблемами инвалидов. В каком смысле? Вот они находят спонсоров, которые помогают продуктовыми пайками, и они считают, что вот они отстаивают права инвалидов. Да, это хорошо, но нельзя зацикливаться именно на потребительских нуждах. Если не будет вестись разъяснительная работа, просветительская работа, что у права есть инвалиды, что у инвалидов есть права, что есть законы, которые госчиновник обязан исполнять, и инвалиды не должно волновать, есть в этом учреждении деньги, нет. Но если законом предусмотрено, к примеру, право на бесплатные медпрепараты, то его не должно интересовать, что госбюджет или городской бюджет не заложил средства. Андрей, я попрошу несколько секунд внимания. Сейчас Ярослав Баранов, наш коллега, выпускающий редактор, демонстрирует, что на сайте «Громадский простер» идет прямая трансляция на все общественные организации, которые подписаны к этому ресурсу. И на многих других ресурсах и сайтах. В Facebook, в Twitter, желающие к нам присоединиться из других стран и из других городов могут спокойно присоединиться, написав свою электронную почту. Спасибо. Сейчас демонстрация через Twitter. Хорошо, Андрей. Наш сайт «Украинская социальная комьюнити». Сайт нашей общественной организации. Андрей, в Евпатории, опять же, я живу в Евпатории, мне очень интересно, почему у нас есть пандусы 90 градусов? Это очень болезненная тема. Дело в том, что в 2009 году был создан комитет доступности. В каждом городе в этот комитет доступности больше 50% подходили именно инвалиды-колясочники. И в 2011 году руководитель Национальной ассамблеи инвалидов Украины, Валерий Сушкевич, который был народным депутатом, инициировал отмену вот этих комитетов доступности, потому что начались проблемы, скандалы по пактам коррупции, что члены комитета доступности за деньги подписывали документы, что здание ведется в эксплуатации, хотя это не так. И в Евпатории, к сожалению, эта проблема не прошла мимо. На сегодняшний день те здания, которые сданы в эксплуатацию, они не соответствуют нормам ДБМ, и элементарно, даже если кого-то заставили сделать пандус возле магазинов, то на этих пандусах съехать невозможно. Во-первых, уклонные пандусы, во-вторых, материалы, из которых сделаны пандусы, плитка, которая опасна для колясочников, она не фиксирует коляску, она сильно скользит, и под углом 90 градусов вряд ли можно съехать, можно просто разбыться, наверное, на коляске. Так туда невозможно зайти ногами просто. Да-да, сам лично видел, да. Плитка лежит, пандус, интересно. Ну, вы знаете, давайте просто вспомним городскую больницу Евпатории. Тот пандус, который есть, на него тоже заехать невозможно, самостоятельно, по крайней мере, а тем более съехать. Вопрос в следующем, это касается непосредственно ответственности того или иного учреждения, насколько они готовы взять на себя ответственность и соблюдать нормы ДБН. Да, это финансовые расходы, я согласен. Сразу же начнут говорить, что у нас нет денег, у нас на это не заложено. Но, секундочку, куда рассматривается городской бюджет, и если депутаты, которых избирали жители города, не исполняют элементарные нужды граждан, то, пожалуйста, отзывайте депутатов, за которые голосовали. А насколько я знаю, обязательно в комиссию по приемке объектов входят инвалиды, колясочники? Да. Входят же. То есть, получается, они борются до момента вхождения во власть, да? Или как? Сергей, понимаете, я не хочу порочить всех, потому что, действительно, как говорится, есть нормальные люди, есть люди, которые туда попали только чтобы заработать. И это, действительно, проблема. Есть люди, которые отстаивают до последнего, что это неправильно, что вы должны сделать именно так, как предусмотрено нормами ДБН. Есть люди, которые подписывают закрытыми глазами документы и получают свои проценты. И это проблема, действительно, с которой нужно бороться, но никто не может бороться, потому что только начинаешь говорить слух об этих проблемах, начинается давление со стороны тех или иных структур. Хорошо. А эта норма, что на предприятии свыше какого-то количества человек, необходимо, чтобы работал человек с ограниченными физическими возможностями. Эта норма распространяется на Францию, на Европу? Здесь следующее. Здесь это обязательно. Здесь до 50% должны работать люди с инвалидностью. Особенно, если это большие супермаркеты, то это в обязательном порядке. Проблема в том, что у нас в Украине и Евпатории непосредственно есть такая же практика. Но проблема в том, что у нас компетентные органы это не отслеживают. Есть много случаев, когда инвалиды просто сдали свои документы, трудовую книжку, их оформили, и они получают какие-то 100-200-300 гривен в месяц за это. Если они получают пенсии 500, 600, 700, то для них 300 это... Да, я понимаю. Но проблема в том, что у нас нет компетентных органов, которые действительно отслеживают вот эти факты коррупции, что за счет инвалидов кто-то зарабатывает деньги, а собрадается от налогов. Здесь это уголовное преступление. Если поймать предприятие с такой махинацией, предприятие будет ликвидировано, и будет выплачиваться штраф. В Украине это все можно решить за тысячу, две тысячи долларов, или с налоговой инспекцией, или с другими компетентными органами. Это большая проблема. И что самое страшное, эти же сами инвалиды готовы способствовать развитию этой коррупции. Хорошо. А если хорошие темы коснуться в этом разрезе. Активный образ жизни. Мы здесь организовали, например, велосипедные пробеги для незрячих даже. Мы организовали мероприятия по прыжкам с парашютом, по работе с яхт-клубом, с теми, кто занимается подводным плаванием. Активный досуг для тех, кто желает заниматься активно, кто же занимает жизненную позицию активную из инвалидов, они могут реализоваться. Как с этим, с активным образом жизни для инвалидов во Франции? Во Франции? Ну, я вам скажу первое. Активный образ жизни людям с инвалидностью во Франции здесь проблем нет. Вы можете спокойно зайти в кинотеатр и увидеть, что там инвалид-колясочник. Человек может с одного конца города в другой спокойно доехать на коляске. Городской транспорт полностью приспособлен для колясочников. В трамвае, в автобусе есть специальные места именно для колясочников и для людей с физическими ограничениями. А есть специальная кнопка именно для колясочников и инвалидов, что они хотят выйти из трамвая или автобуса. А если это автобус, то выдвигается специальный пандос. Вот как раз по поводу транспорта. Можно я перебью, Андрей? Да, можно. Знаю, в Симферополе появились пару таких автобусов, которые предназначены именно для колясочников, в которых тоже подвеска опускается у автобуса и колясочник может спокойно заехать. Но сам лично наблюдал пару раз, как водитель, не желая сделать той или иной функции автобуса, просил помощи пассажиров, чтобы поднять человека на коляске и занести в транспорт. По этому поводу сразу советую. Хотя даже сам автобус предназначен. Я понял ваш вопрос. По этому поводу сразу же вам даю совет. Если вы видите подобную ситуацию, записывайте время, номер автобуса и сразу же заявление в прокуратуру. Потому что водитель с ваших налогов получает за эту зарплату. И если мы сами не будем контролировать этого, этого никто не будет контролировать. Андрей, ты как противозащитник, в твоей практике есть защита прав инвалидов в Украине? И в Евпатории непосредственно последние 4 года. И сейчас продолжаю в режиме онлайн давать консультации, сопровождать судебные процессы. Чаще всего обращаются по вопросам о медицинской помощи. То есть право на бесплатные медицинские препараты. Сообщаю всем жителям города Евпатории, что есть, можете взять ручки и листочки, записать. Я буквально через 2 минуты буду говорить название закона, чтобы вы успели записать и знали на будущее. В Конституции Украины всем положено право на бесплатную медицинскую помощь. В 1998 году Кабинет Министров Украины издал приказ 1303 о том, что все инвалиды 1, 2, 3 группы имеют право на бесплатные медицинские препараты. Если это препараты украинского производителя, если же это медицинские препараты иностранного производителя, которые не имеют аналога в Украине, то они выписываются рецептом со скидкой 50%. Вы можете спокойно ссылаясь на этот закон у своего врача требовать право на бесплатный рецепт. Я напоминаю, что сейчас в онлайн программе по ДИИ третьего сектора, Институт развития кредитных технологий масс-медиа и телерадиокомпании «Марион» в прямом эфире в Евпатории на телерадиокомпании «Марион» Идет встреча с экспертом из Страсбурга Андреем Федосовым по вопросам прав инвалидов. И желающие могут позвонить в студию 27778. С нами также на связи Анастасия Кривецкая из Пинска, Беларусь. И сейчас Ярослав Баранов демонстрирует нам, что наша трансляция идет в социальных сетях, в Google+, в Twitter, в Facebook, на самых разных блогах. У нас на сайте Ukraine Social Community, сайт Институт развития креативных технологий, наш информационный партнер, громадский простер, общественная организация, которая информирует все общественные организации о происходящем в третьем секторе. Также было показано, что нас демонстрирует программа Open World, обиткрытый свит Конгресса США. Спасибо. И продолжается тема. Андрей, о чем еще нам необходимо поговорить? Заканчивая тематику по медицинскому обслуживанию и препаратам, Чаще всего, если вы будете об этом говорить, вам скажут, что городской бюджет не заложил на это деньги. Поверьте мне, они это будут говорить всем, и они говорят. И действительно, деньги не закладываются. Но если каждый инвалид, которому отказали бесплатных медицинских препаратах, напишет обращение в прокуратуру, поверьте мне, что вам выдают ваш бесплатный рецепт, на который вы имеете право. Так мы учили наших членов организации в Евпатории, в Крыму, в Украине отстаивать свои права. У нас были выиграны дела против городских, областных управления охраны здравия в этом плане. Ваши права будут отстаиваться настолько, насколько вы готовы их отстаивать, будут соблюдаться. Следующее, о чем бы хотелось поговорить, учитывая, что у нас мало времени, это то, что на сайте Ukraine Social Community работает бесплатная юридическая консультация, где в режиме онлайн в любое время суток вы можете написать свой вопрос, и получите в течение суток вторых, вы сможете на него получить ответ. Я попрошу Ярослава показать. Пока Ярослав готовит, я говорю, что юридические консультации на нашем сайте бесплатные. Да, вот наш сайт, и здесь идут бесплатные консультации. В разделе форума вы можете задать свои вопросы и получить у них ответы. Как у вас проводятся агитватории, провождение инвалидов в деятельности? Еще раз, что? Как агитватории и вообще на ружьезах проходят мероприятия инвалидов? Мероприятия, как проводятся для инвалидов? Скажу честно, с мероприятиями я был очень мало связан, поэтому я не могу вам ответить на этот вопрос. Если вы меня спросите, какие судебные процессы были в интересах инвалидов и в агитватории, я вам расскажу. А что касается творческой деятельности общественных организаций по правам инвалидов, я не могу вам сказать по этому поводу ничего. Но я знаю, что параолимпийские периодически организовывали конкурсы спортивные, спортивные олимпиады для людей с физическими ограничениями. Какие бы ты вопросы актуальные из практики жизни во Франции поднял? С чем мы здесь не сталкиваемся и что актуально для Страсбурга? Вы знаете, скажу вам так, что нет ни одного государства, где идеально соблюдаются права человека, в том числе права инвалидов. Все равно бывают случаи, когда инвалида не берут на работу. И это очень большая проблема и для Евпатории особенно. Слава себе Богу. Даже сегодня, как мне известно, люди, которые стоят на учете в центре занятости, они с сентября месяца не получают пособие, на которое имеют право. Трудоустроиться инвалидом очень сложно в Украине, так как не у всех есть личная карта реабилитации. А что такое личная карта реабилитации? Можно я раскрывал саму такую карту? Я прошу прощения, просто я не хочу рисковать, учитывая время в эфире. Поэтому, если можно, я сразу буду говорить, что это в Украине. А если у нас останется время, то мы послушаем опыт Белоруссии. Я прошу прощения, конечно. Значит, когда человек выдает группу инвалидности, то медицинская комиссия закрепляет за каждым инвалидом врача-реабилитолога. И должна заполняться карта реабилитации. Какие виды деятельности работы противопоказаны этому человеку, какие не противопоказаны. Чем он может заниматься, кем работать. И на основании этого он может, он с этой карты реабилитации, идет в центр занятости, или поступает на курсы, или стоит в очередь на ту или иную работу. На сегодняшний день не каждый инвалид в Украине имеет личную карту реабилитации, в связи с тем, что у МСЭКа не всегда хватает действий, деньги на ставку врача-реабилитолога. Или же один врач-реабилитолог идет на пять городов, и он просто физически не справляется со своими функциями. И немаловажная проблема, что очень часто начало наблюдение в Украине, что на сегодняшний день очень многие люди, которые не имеют никаких показателей для получения группы инвалидности, они ее все-таки получают. Я лично знаю парня, которому 22 года, и у него удостоверение ликвидатора Чернобыльской АЭС. У него вторая группа инвалидности, как ликвидатора Чернобыльской АЭС, которому 22 года. И просто возникает сразу вопрос, откуда он получил эти документы, и за какой счет он получает пенсию, потому что пенсия у него составляет почти до полторы тысячи гривен, и это тоже одна из проблем в Украине. А люди, которые действительно имеют все показатели физического ограничения, они не могут получить МСЭК и группу инвалидности, потому что у них нет возможности дать председателю МСЭК взятку в тысячу или две тысячи гривен. Хорошо. Я уверен, что в Беларуси, по-моему, такая же ситуация относительно личной карты реабилитации, потому что постсоветские государства, они очень похожи, они практически одинаковые законодательства и система. Даня, тут у нас еще немножко по-другому. У нас идет какая-то реабилитация в этой занятости, в этой занятости тебе подбирают работу, ты идешь, когда ты оформлял пенсию, в этот меморет, как называется, и они смотрят, стоит тебе идти или не стоит тебе идти, они тебя ставят на учет, ты каждые полгода должен приходить, обещаться в церкви занятости, кто-то там был, кто-то советовался, кто-то консультировался, кто-то похож. Да, и еще хочу дать информацию. Очень часто бывает так, что если какой-то инвалид обращается в прокуратуру по фактам нарушения своих прав, ему рекомендуют обращаться в суд. На сегодняшний день всем известно, что госпошлина в суд очень сильно возросла и очень дорого стала судиться. Но на сегодняшний день никто не отменял декрет кабинета министров от 92-го года декрет о госпошлине. Вот согласно этому декрету о госпошлине инвалиды 1-й, 2-й, 3-й группы освобождаются от госпошлины в случае, если они подают иск в суд, тем более, если это иск на госчиновников, они освобождаются от уплаты госпошлины. Спасибо большое. И сегодня в онлайн по ДИФ 3-го сектора это программа Института развития креативных технологий и масс-медиа, которая создана совместно с телерадиокомпанией «Марион» и в Патуре. Были эксперт по вопросам защиты прав инвалидов из Страсбурга Андрей Федосов, была Анастасия Кривецкая из Белоруссии, Пинск, был я ведущий Сергей Сухобоченко и выпускающий оператор Ярослав Баранов. Спасибо, наш информационный партнер Громадский простер, Громадская организация. И до скорой встречи. До свидания. До свидания. До свидания. Вышли.